Еще год назад Никита Уголев мечтал подняться с больничной кровати и поиграть с друзьями в футбол. Восемь лет врачи поставили мальчику страшный диагноз – лимфома. Мужественно пройдя через долгие курсы химиотерапии, он сумел вылечиться. И сегодня Никита – чемпион всемирных детских игр победителей среди малышей, перенесших онкологические заболевания. Матчи у нас были первый, второй легкий, третий средний, четвертый был самый сложный. Мечей я отразил несколько, три-четыре меча что ли отразил. Забил только один гол в третьем матче. В финале был счет 1-2. И вот в итоге вышли, когда второй гол, удивление было просто невозможно передать словами. Тяжелые воспоминания быстро стираются с детской памяти, говорит мама Никиты. Так что моральную поддержку пришлось оказывать скорее ей самой. По словам женщины, для нее соревнования лучше больничной выписки. Ведь теперь окончательно ясно – страшный диагноз в прошлом. Дочка с моим папой очень сильно болели, переживали, держали кулачки, пальчики, все что угодно. Но мы в него верили, он настоящий футболист, настоящий победитель во всем. Казахстанские малыши участвуют во всемирных играх победителей с 2014 года. В этот раз им удалось добиться небывалых высот. Юные спортсмены привезли рекордное количество медалей – 9 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Дома ребят встречали как настоящих героев. Нам, в принципе, было достаточно легко с ними пройти вот эти три дня соревнований. Несмотря на то, что, конечно, график был очень серьезный – это в 7 часов подъем, в 10 часов отбой. Детки очень сильно уставали, но, несмотря на это, они взяли у нас очень большое количество медалей. Всемирные игры победителей – самое крупное в мире состязание для детей, перенесших онкологические заболевания. Сильные духом малыши в возрасте от 17 до 16 лет соревнуются в стрельбе, настольном теннисе, мини-футболе, плавании, шахматах и легкой атлетике. Отпраздновать победу над болезнью в этом году приехали команды из 15 стран мира. Ирнур Душанов, Осет Кундакбаев, телеканал МАТЭ.